Всем огромнейший привет! Друзья, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ольга. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как поведение в ресторане. Наше с вами поведение в ресторане. А вернее, какое поведение выглядит со стороны не очень красивым и не очень культурным. Итак, это видео решила снять я после такого случая, который произошел у меня на работе. Не очень приятный, конечно, случай, но, к сожалению, такие люди, такие клиенты встречаются. Не часто, но встречаются. Итак, расскажу вам вкратце, что же произошло пару дней назад. Пришел клиент, пришел он один. У нас помимо обычного меню, еще дают такое маленькое меню, такой вкладыш. И там 5-6 блюд, которые как специальные, специальные от шефа. То есть каждый день что-то там особенное. Итак, заказал он одно из таких блюд. Все эти блюда идут с салатиком или с супом маленьким. То есть идет как аппетайзер. Заказал он суп себе. Заказал он себе куриный супчик. Я ему принесла. И приношу ему его блюдо, которое он заказал. А он не доел еще суп. У него там еще буквально пару ложечек супа осталось. И он начинает на меня кричать. Он начинает на меня кричать. Я еще суп не доел. Ты мне уже принесла мое блюдо. Я не хочу. Я хочу доесть свой суп. Ну вы знаете, у меня уже выработана реакция на таких грубиянов. Я ни в коем случае никогда с ними не пререкаюсь, не ссорюсь. И самая правильная, самая хорошая реакция на таких грубиянов это ответить с улыбкой. И ответить, что ой, ну что, никаких проблем. Конечно же, я ему так и сказала, никаких проблем. Я принесу тебе твое блюдо, когда ты закончишь свой суп абсолютно без проблем. И вы знаете, обычно в таких случаях вот такие вот грубияны, их это обламывает. Их это настолько, они в предвкушении скандала. Скандала, может быть, вы знаете, в основном скандалят вот люди, которые приходят, почему-то, я заметила это. Люди, которые приходят в одиночестве. Может быть, им дома не с кем поскандалить. Они пришли вот в предвкушении скандала выпустить свой пар на кого-то, ну на официанку вот выпущу. Она мне улыбнулась, и она мне сказала, да никаких проблем, я тебе принесу тогда, когда захочешь. Вот через сейчас твое блюдо. Я ему говорю, хорошо, я поставлю твое блюдо на горячую, у нас такие горячие полки. Поставлю тебе на горячую полку, оно будет горячее, то есть для тебя. А вокруг этого, то есть рядом с этим клиентом еще столики есть. И там сидел за ним, прямо сидел еще один клиент, молодой парень, темнокожий. И он меня зовет, после того, как он все это сидел, слушал и наблюдал, и он меня зовет. Позвал он себе и очень громко мне говорит. Наверное, я так поняла, чтобы специально услышал этот пожилой мужчина. Он мне говорит, это тебе, дает мне купюру денег, 10 долларов. Это тебе за то, что тебе приходится вот такое вот терпеть от других клиентов. Но я думаю, что он специально это сказал громко, чтобы услышал этот мужчина. Ну что, ребята, конечно, мы не будем, это единичные случаи. И, ну конечно, как вы скажете, ой, ну, многие могут сказать, ну, американцы, они вообще бескультурные. Да, он был американец, но я вам скажу, я хочу вам сказать, что это, конечно, единичные случаи. Такие случаи не часто, слава богу, встречаются. Ну, я вам хочу сказать, что в том ресторане, в котором я работаю, там не только американцы. У нас, наверное, больше половины посетителей это туристы, потому что я работаю в центре Манхэттена. И я работаю в ресторане при гостинице. То есть у нас, наверное, 60, а то и 80 процентов туристы. То есть я встречаюсь с людьми, ну, абсолютно, наверное, из всех стран вообще мира. И поэтому вот это моё видео будет не только, конечно, как вы поняли, уже не только об американцах, а абсолютно, абсолютно вот встречаются люди и грубияны, и нахалы, не только американцы. Поэтому сегодняшнее моё видео будет не только об американцах. Итак, ну, конечно же, мы не будем смотреть на этот случай, потому что, как я уже сказала, это единичный такой случай. Но перейдём непосредственно к той теме, которую я хотела затронуть. Я не буду сейчас говорить о тех общепринятых правилах поведения в ресторане, нет таких, как сколько ножей должно лежать, 12 или 15, и с какой стороны они должны лежать, и сколько рюмок должно стоять. Об этом мы с вами говорить не будем. В своём видео я хочу попытаться вам как-то объяснить, видеть, какое поведение, казалось бы, на наш взгляд, обычное, и, может быть, кто-то подумает, ничего в этом страшного нет, но это неправильно, так как люди себя ведут. Вот мы поговорим о таких мелочах, мелочах, которые люди, казалось бы, для них это абсолютно нормально делать в ресторане, но это выглядит вот со стороны моими глазами, глазами официантки, выглядит, ну, не очень культурно, и выглядит не очень красиво, да? Итак, что же первое я хочу вот как бы посоветовать ни за что никогда не делать в ресторанах, что действительно, вот это, наверное, одно из таких очень-очень частых, то, что часто делают люди, то, что действительно это бескультурно, это некрасиво. Итак, ребята, особенно это касается, конечно, девочек, девушек, женщин. Это когда девушка за столом или женщина достает зеркальце, пудреницу, начинает или там губы вытирать, или, наоборот, красить губы, или начинает макияж поправлять, или просто даже на себя смотреть. Девчонки, женщины, девушки, запомните, это номер один, признак того, что вы не очень культурная. Девчонки, забудьте о том, чтобы вытаскивать вообще зеркальце и пудреницу за столом. Для этого есть дамская комната. Выйдите туда, поправьте прическу, поправьте помаду. Девчонки, тем более, если вы приходите с молодым человеком, с которым вы только что начали встречаться, и вы хотите посмотреть на свой макияж, пускай он посмотрит, что я такая вот за собой слежу, и вы вытаскиваете зеркальце за столом, где вы, допустим, пришли первый раз с ним кушать. Парень, который знает, что это не культурно, он, это для вас, конечно, не будет большой плюс в его глазах. То есть, девчонки, вы хотите поправить макияж, идите в дамскую комнату. У меня были такие случаи, что даже я видела, женщина красила ногти за столом. Понятно, что это тоже единичный случай, но я так не знаю, что было в голове у этой женщины, что она красила ногти. Мы, конечно, в таких случаях обязательно подходим и говорим, что не нужно этого здесь делать. Если вы этого не понимаете, то другие люди за соседними столиками, и они не хотят чувствовать запах ацетона. Итак, что же следующее, о чем бы я хотела предупредить и рассказать о том, что это не очень красиво делать в ресторане. Конечно же, кстати, насчет одежды. Мы сейчас с вами говорим об обычных ресторанах. Я не буду, как я уже и говорила, мы не будем с вами затрагивать тему там высшего общества и поведения в ресторане пятизвездочном. Вот, мы с вами говорим о обычном ресторане. Я работаю в ресторане среднего уровня, среднего класса. И очень часто ребята замечаю, что люди, ну, они забежали там перекусить, они забежали там, вот я сейчас покушаю, они там, может быть, спешат куда-то. И они едят в одежде. Ребята, это выглядит очень-очень некрасиво. Я понимаю, конечно, что вы мне скажете сейчас, ой, я никогда такого это, это бескультурья в одежде, кушать. Но очень часто я это наблюдаю. Конечно, мы говорим о зимнем времени, о том времени, когда люди ходят в курточках, или в пальто, или в шубах. Да, были такие случаи. Я очень часто, кстати, это наблюдаю. Сидит девочка в курточке, вот так застегнутая до самого подбородка, и кушает. У нас жара в ресторане. У нас много места. Положи ту курточку рядом с собой. Я не знаю, что, почему люди... Неужели ты не понимаешь? Во-первых, это неудобно. Во-вторых, это некрасиво. Со стороны, ребята, я вам скажу, это выглядит очень-очень некрасиво. Так что снимайте верхнюю одежду. Даже, наверное, и головные уборы снимайте. Вообще, мужчинам, конечно, не принято сидеть в помещении в головном уборе. Но даже если вы не боитесь испортить свою прическу, так что, женщины, снимайте и головные уборы. Во-первых, вам будет удобно, вам не будет жарко. И все-таки это не очень выглядит красиво, когда вы кушаете в головном уборе и в верхней одежде. Итак, что же еще? Что же еще? Перейдем к следующему примеру, к следующему этапу. Итак, что касается поведения за столом непосредственно во время еды. Если вы пришли с кем-то, если вы пришли не один, вы пришли с кем-то, ребята, очень важно, вы беседуете, вы разговариваете, и вы вместе кушаете. Вы что-то заказали, вы вместе кушаете. Ребята, это очень важно, это очень-очень культурно. Подождать, если вы проголодались, и вы кушаете быстро, то это очень важно подождать. Подождать, если вы увидите человек напротив вас, обращайте на это внимание. Потому что человек, который кушает медленно, вы кушаете быстро, вы уже съели все, у вас тарелка пустая. И, кстати, ни в коем случае не нужно эту тарелку. Очень часто люди делают. Берут эту тарелку и вот прямо дают официанту в руки. Ни в коем случае. Это очень некрасиво, это не очень культурно так делать. Оставьте эту тарелку, даже оставьте небольшой кусочек, чтобы сделать вид, что, если вы, конечно, видите, что человек еще кушает, оставьте маленький кусочек. Сделайте вид, что вы еще не доели, хотя вы уже все доели, оставьте кусочек, чтобы человек, как бы, видел, что вы его уважаете, вы его ждете, пока он доедет. Кстати, официанты должны знать, официанты, наверное, со стажем это знают, официанты, работающие в каких-то более крутых ресторанах, они знают, что тарелки убирать нельзя. То есть у одного человека тарелку забирать нельзя, пока не поедят люди, которые сидят с ним за столом. То есть это считается некультурным. Итак, кстати, сегодня вот у меня тоже был такой случай, да, сидят ребята, покушали, и они начинают собирать тарелки. Не делайте этого. Это некрасиво, это некультурно. Они начинают собирать тарелки и складывать их там, знаете, в ступочку. И парень даже берет эту картошку, которая, картошка фри осталась на тарелке, начинают ее, типа, перекладывать на первую тарелку. Ребята, не делайте этого. Вы не у меня дома и помогаете мне по-дружески поубирать посуду. Нет, это моя работа. Это моя работа. Я все уберу сама. Это выглядит некрасиво. Вы, может быть, скажете, да, ну что тут такого? Я наоборот, типа, хочу помочь тебе тарелки пособирать. Нет, ребята, вы пришли в ресторан, вы оставите чаевые за то, что официант вас обслужит. Это обслужит, ну, по правилам. Итак, дальше. Что еще хотела вам рассказать в этом видео? Давайте коснемся чаевых, да? Давайте коснемся чаевых в том плане, как отдавать чаевые. Ребята, очень много у меня было таких случаев, когда за мной в буквальном смысле слова гоняются посетители, чтобы отдать мне чаевые. Ребята, это выглядит некрасиво. Не отдавайте чаевые, не старайтесь отдать чаевые официанту в руки, или бывает такое, что пытаются запихнуть там мне фартушек. Ребята, это некрасиво. Со стороны это выглядит некрасиво. У меня один раз клиент побежал аж на кухню за мной, чтобы отдать мне чаевые. Зачем? И он еще, знаете, вот бывают люди сворачивают так эту купюру, ну ты мне что, взятку даешь? Ты мне что, какой-то нелегальные деньги даешь? Ну зачем? Это некрасиво, ребята, не делайте так. Оставьте чаевые в книжечке, если вам приносят книжечку со счетом, оставьте в книжечке. Если книжечки нет, оставьте просто купюру на столе. Поставьте на нее там солянку, или положите нож там, который на столе, если остался, или поставьте просто стакан, потому что в ресторанах, если открываются двери, они просто могут улететь. Поверьте мне, официант это оценит больше, чем вы бы за ним бегали и пытались ему деньги дать в руки. И вообще, что я вам хочу сказать, ребят, уважайте труд официанта, уважайте. Это трудная работа, это трудно. И вы знаете, о чем я, наверное, сейчас хочу встать на защиту всех официантов. Это трудная работа, и это работа... Я, например, горжусь своей работой. Я люблю свою работу, я люблю то, что я делаю. Я не стесняюсь своей работы. Вы знаете, у меня есть знакомый, который работает в моем же ресторане официантом. Он настолько стесняется говорить то, что он работает официантом, что он, когда едет, тоже, кстати, эмигрант, когда он едет в свою страну в отпуск, он говорит всем, что у него свой ресторан. Он стесняется. Я никогда не стесняюсь говорить, что я работаю официанткой, потому что я свою работу люблю. И, конечно же, вот сейчас хотелось бы встать, наверное, на защиту всех официантов. И сказать, что... Попросить, наверное, вот все, кто будут смотреть мое видео, ребята, уважайте труд официанта. Не старайтесь показать, что вы умнее, что вы занимаетесь, что вы добились в своей жизни чего-то большего, что официант – это какой-то низкий класс. Не делайте этого. Не делайте, потому что вы этим не обидите официантов, вы обидите себя. Вы покажете себя, что вы, что вы, наверное, вы низкий класс, не официант. Цените работу официантов и ведите себя. А с официантами не нужно себя вести, как будто вы вот там официант, вот там, да. Еще расскажу один случай вот насчет того, что как иногда люди относятся, ну, не очень хорошо, да, к официантам. Зашла женщина, такая вся из себя, сумка Louis Vuitton, и такая вся она, все она знает, и такая вся из себя культурная. Заказала бокал вина. Заказала бокал вина. Каберне, как сейчас помню. Правда, давно это уже было, но я вот именно запомнила, что заказала на Каберне. Приношу я и стакан вина, и она мне попробовала, и сразу же скривилась свой носик, что ты мне принесла. И вот действительно разговаривает с тобой, как будто бы ты вот там где-то. Она вся из себя такая. Я говорю, ты заказала Каберне, я тебе принесла Каберне. Я? Ты что? Ты думаешь, я не знаю, что такое Каберне? Это не Каберне. Вернись обратно и принеси мне то, что я заказала. Вот таким тоном она со мной разговаривает. Ну что, хорошо, ты мне заказала, ты мне попросила принести еще одну. Ты мне попросила принести Каберне. Хорошо, я тебе принесу то, что ты мне попросила. Я возвращаюсь. из этой же бутылки наливаю это же вино в другой бокал и приношу ей но она мне говорит но это же другое дело в следующий раз не приноси то что я у тебя просила ну ну что мне ну что мне спорить с ней как я уже говорила я с такими людьми не спорю я улыбнулась и сказала извини то я наверное ошиблась ребята но вот здесь то я знаю что это вино из этой же бутылки ну что ну кто но кто вот там а кто вот там я не говорю что я там ну ну сама то я себе в душе смеюсь потому что это реально смешно и мы еще такие официанты что мы любим все это рассказывает своим своим друзьям другим официантам мы очень любим такие случаи рассказывать так что на вас просто посмотрят так не очень красиво вы себя ведете да ну что ребята вот такое сегодня получилось видео а вот такое видео моей работе вот такое видео может быть кому-то она и покажет как вот может быть не нужно себя вести в ресторане как нужно себя вести чтобы не показать чтобы не совсем культурные да ну что ребята на этом с вами буду прощаться как всегда ставьте пальчики вверх или вниз кому не понравилось видео и конечно же кто зашел первый раз на мой канал подписывайтесь буду очень рада новым подписчикам пишите комментарии всегда с удовольствием их читаю всегда с удовольствием отвечаю на каждый комментарий я стараюсь всегда ответить ну что на этом с вами буду прощаться до новых встреч до новых видео из нью-йорка моей жизни в америке все пока пока